Три такие подруги и две там остались Тусоваться тут Два-три сейчас играют длину Это будет вообще полный беспредел Посмотрим, наверное, мы сейчас на Sapphire GSO А, они хотят пары поджать, чтобы инфу с центра взять На центре здесь есть Beyond И, возможно, сейчас она склопочет в голову Нет, с вертушки раздала потушки И минус два, наверное, в исполнении Я подумал, что я не хочу смотреть официальный стрим Я так вообще не понимаю, что происходит Я тоже вернусь в игру Давай смотреть с игры Будь мужиком Давай смотреть с игры, потому что это беспредел Вообще Не, пустили бы нас там, не знаю, на сервер Было бы тогда прикольно смотреть, могли бы камеры включать синхронно Но мы сделаем на финал вообще все четко По мужскому Counter-Strike Сейчас примерно мы уже знаем, как это сделать Да и знали Так что все будет круто, друзья Здесь сейчас будут играть второй раунд Эко Юбинайтед Ирен, как видим, уже посмотрите сразу на пароч, на пароч, на пароч Прошла, побежит сюда Там увидит, что никого нет, все на Бу Юбинайтед И это 3-0 Это 3-0 просто, да Там сейчас будет просто выход на А с бомбой через пароч Вот они все бегут, а Юбинайтед сели на Б И даже не хотят, не хотят оттуда уходить Вот только-только в тэшку там прошла аркада Но тем временем, интернет, чё, вышли в пустой плент Поставили бомбу, заняли суперудобные, комфортные позиции Для сбора своих соперниц из Соединенных Штатов Америки и Канады И, наверное, вот примут тэш Нет, вот видите, даже нижнюю не чекают Даже не чекают, знают, что там можно с пистолета просто дать в голову Ну, и защита будет выходить на пару еще, я думаю Ну, в Counter-Strike GO Юбинайтед показывает, что они сейчас очень сильны И я даже не знаю Как бы сказал Роман Макаров, мы тренировались Да, мы тренировались, тренировались очень плотно Пока без шансов вообще проходит игра Первая карта, вторая Ну, тут пораньше могут проснуться Юбинайтед Буквально уже... Ой-ой-ой, ошибка от Ники Ну, куда ж ты лезешь, женщина А, ну вот... Стреляли нормально За АС минус... За АС минус 2 Нормально Ну, давай себе не дали забрать, тоже хорошо 3-0, равный размен был против Эка И давайте на раунд первый Давайте посмотрим АВП от Поттер будет Оно, наверное, разыграет на длину Сейчас пойдут 2 длина, встанут Если 3а, то это уже все ясно Самое интересное, как Альтернейт будет атаковать на оружие Вот первое оружие Да, тут 3а, но тут надо сразу закрывать Ники смотрит пробегающую в Т-шку Вот это вот пространство 3 длина от Американок Все, тут будет очень интересный даст Вот, как мисс Харви показывала Я посмотрел, кстати, про тип с ней вчера, друзья И она там показывала, что они втроем занимают Это вообще Ну, как бы, наверное, все про это знают Ну, никто втроем не занимает длину в гоу сейчас Ну, зачем? Зачем? Останься на центре Стой на центре Тусуйся там Отдайте этот парапет Никому он там не нужен Не знаю, знаешь, все поменяться может очень легко Сейчас давай смотреть Зас, минус Мисс Харви отлично перекрывает здесь Джессо Сразу готов дать второй минус Ловит флешку Спрей, минус 2 От Джессо Красивый и смачный хэдшот в Ирэна Остается последняя Катхи Кати Катхи Как вот ник такой прочитать? Кать Катя Катя потерялся На центре Ась 3-1 Это уже здорово Я хочу, чтобы Поттер начала убивать Давай смотреть за ней Ну так убивают с ВП И вот по-моему Все-таки Будет действительно так, как я предполагал Возможно здесь действительно может быть Три карты Есть такое тоже подозрение Вот честно Все эти раунды, сейчас ближайшие 6-7 раундов Нам скажут обо всем Я бы хотел задать тебе вопрос Таффу, откровенный вопрос Да, давай Ты не покинешь нас на финал? Не, на финал не покинешься Слава богу Я буквально через полчаса Сейчас мне надо будет уехать на 2 часа Мы тут для студии купим всяких вещей Потому что надо это очень сегодня сделать Декорации там всяких различных И к пяти я тут как штык К 7 по Москве Финал НИП Против Вэри Геймс Лучшая команда в Counter-Strike Global Offensive На данный момент Гранды можно сказать Вообще лучшая НИП сейчас Второй финал Они играют между собой Друг против друга Ну и еще 10 тысяч долларов Которая Неплохо, я думаю, мотивирует Ну, дополнительно Точно мотивирует Сейчас тут свой спортивный интерес Знаешь, для начала Когда первые чемпионаты Просто выиграть Альтернет тем временем Разбомбили Б Убрали щепку Отдымили И выбивание будет проблематичным Для мискарной компании Скорее всего, уже нужно сейвить Но девушки пытаются И стэшки Я смотрю, тут выиграть своих соперниц Дымы им мешают Пока сделать удачный захват Ну что, они Дэн смогут В два девайса забрать Вообще изи Просто Там просто не выходить нужно И вот там Ой, какая нычка Какая нычка за углом Нычка за углом Там вообще жесткая ЗАЗ заняла вообще Щепку практически полностью Далай инфу Что мед чистый Да, все стэшки Поттер с ВП Сейвится под длиной Не дождалась Своих соперниц Потом могла Уходит Да не, не нужно лезть Не нужно лезть Лучше засейвить Безопасно все девайсы Как-то с респа Тут вон весь мид видно Все равно Стой, убивай Радуйся Главное, чтобы девайсы остались На следующий раунд 4-1 Альтернет пока в атаке Хорошо играют Нон-стопом крошат Американок Ну еще один девайс Не будет Раскидывает дроп Поттер дает дроп По-моему Там пятая девушка Сама себе купит У Юбинайт Но в любом случае Альтернет Если сейчас сбивают Эти девайсы Там снова пойдет тег Это уже будет 5-1-6-1 Это уже Серьезная заявка На победу в чемпионате От Тим Альтернет Ну, смотрим За продолжением Длина АВП Никто не выходит на длину Все пробегают паруч Потому что, наверное, знает Что они тут стоят Меньше тут на видео Свои тактики Показывать нужно И потом по ним Играть в финал При том, что Про Тип вышел Буквально на днях Как раз во время И СВЦ И Мисс Харви Там просто сдала всех Мы играем вот так Но другие игроки Думают, что мы так не играем Наверное, да? Выход мидл Бейонт Ники выходит на центр Там Сафира Все, там Сафиру Там просто сразу снесли Не ощущает никого Ну, Валера раскидала Нет Бейонт заходит Кэси минус Все, опять Б занято Сарский сплит Б Поттер Джейсо Могут сейвить Нет, там Зас и Рен Смотри, смотри, смотри Они пошли просто Вбивать этот сейв Что за безобразие Как? Да не гоже сейвить с нами Вы что? Они загоняют За АС просто За АС просто За всю десятилетнюю боль Знаешь? Да, да, да Отрываются на этих подругах За всю боль На За все финалы За арбалетка За СВЦ Вот тебе, да? Ну, не знаю Сколько ЗАС финалов-то проиграла Этим девушкам из США Я не знаю Все Все финалы проиграла Ей тоже есть что-то За всю боль И Рен, в принципе Это вот игроки команды Шифнатик и Рен ЗАС Которые присоединились К Тим Ильтернейт В общем За всю боль Они сейчас мстят Юбинайтед Может быть Может быть Но стараются Видно Вот ЗАС Такая флешечка хорошая Как раз Там в этот момент Должен уже был подходить Раш Ну, есть, как видим Парыч Одна длина И догоняет Сайфира Она изменяет длину Тут сейчас на ЗАС будет просто Ой-ой-ой Надо валить Надо линять Надо линять ЗАС, уходи Уходи Не блондинка, уйдешь Ну, вот Ее тут настигли Но она Нормально Вообще не ощутила Просто Минус две с половиной Я бы сказал От ЗАС Бомба стоит Девайс один своровали И уходит Этот калаш Да не-не-не Сейчас там Ира ворвется Смотри Ира тут уже на медлевый Целивает Опа Минус калаш, да? Ты знаешь Это палевный калаш Как калаш с GPS Навигации Сразу просто Знаешь, куда смотреть Чтоб выбить Его Так, флешка в Т-шку Жму Т-шку с двух сторон Здесь никого Да все прочекали Вообще Респект Альтернейт Подругам Вот они играют Я бы сказал Они играют по тимплейне Сейчас некоторых Команд Которые называются Ария 51 Да, а Юбинайтед Знаешь, они такие вот Ну, видимо, все-таки То, что не было столько лет Соперниц Именно заморозило Как-то команду Да просто дисциплина новая Я думаю Может быть, да Скорее всего В любой следующий турнир Юбинайтед там Натренируется Со своими нольфингами Фродами Они их там натощат При том, что Юбинайтед Это такая команда Если происходит В США какой-то там лан Да Любой лан Они просто играют с мужиками Им вообще там Попадают в топ-5 Попадают в топ-5 Им там На геймгане в Мексике Там в топ-5 попали Мексиканцев фу делали Чилийцев там тоже Прихватили нормально Чилийцы позабивали там Все бедные После тех матчей После той сетки лузеров Когда Эти девушки просто рвали Всех по очереди Итак Ну что Подходим мы К самому интересному Моменту Где команда Альтернет Наконец-то осталась Втроем Ура И сейчас Кэти будет погибать Там еще слева Подруга одна стоит И подругу слева Убрали Али вообще нормально Так заныкалась Ее первая не прочекала Так Проход Скрип посложнила Джессо Но ее разменяла Заас Заас Одним в два Против Так Две флешки Две флешки Одна граната Есть в арсенале У защиты У Заас Заас вообще пустая Полностью Успела отдать флешку Есть граната У Заас И Ломается ноготь И она не берет раунд Ну у нее есть 50 секунд Его приклеить Так Тэш к воротам Поттер в окно Пытается сюда Заас Не-не-не Заас Пошла на пуш Флеш И опа Перестрелка первая Ну надо брать Брать Да убирает ее Она знает Она знает Где мисс Харви Два хп ушла Успела за ворота уйти За ней Пытается Харви побежать А вот тут надо Шифт включить И разводить Вот парыч Парыч надо было А вот этот 1.6 стиль Добегать до конца Парапета Ну не надо было Нормально Успела Успела На морозе Просто 20 секунд Ей нужно успешить Если бы она шифтила Сейчас она просто За ней там бежит Мисс Харви Мисс Харви бежит Пятки горят Видишь что Мисс Харви приходится Играть аккуратно Чтобы не ошибиться Вот палевная На спуске Уже на спуске Все палевная флешка И да Она видела что Заас упала Успела это увидеть Заас просто будет Очень легко Туизи отдалась Ну да Она просто на пропете Времени потеряла Много Там надо было Запрыгивать Либо стоять ждать И убивать Либо Уже как-то Ну не волноваться Но она панику Скорее всего развела Вот Сама себе в голове Ну просто видно было Что она запаниковала То что поломилась Можно было сыграть Безопаснее намного Там подождать чуть-чуть И поставить хедшот Ну и Мисс Харви За ней тоже бежала Аж пятки сверкали Так что Все нормально Окей Смотрим за продолжением Этого матча Женского финала Напоминаем всем 1-0 по картам Нюк забирает Эльтернейт Выиграв 12-3 за атаку И сделав в первой половине Все что нужно было Сейчас они так же Начинают за атаку Тут уже более удобная сторона Вроде бы как на дасте И причем Пока хорошо выиграют Хотя последний раунд Не получилось Затащить Он не схарвит Сбор пары Что так Ну вот первые три пули мимо И Ники сразу ее казнит За такую ошибку Там надо было ставить в голову Либо отходить Бион битый А Ники тоже битый В принципе ЗАЗ минус 5-3 Ой ЗАЗ ЗАЗ не ощутила длину Вообще просто взяла Отправала там всех Слушай 14 на 5 14 на 5 Вторую карту подряд Эта мадам просто сверкает В статистике На первом месте Счастье Ну главное Чтоб счастливая После этого осталась Молодец Молодец ЗАЗ Тут еще флешечка такая лежит Ее можно подобрать Талантливый Каэсер Так Али Остается одна Черная пантера Черная пантера А почему черная пантера Не знаю Анна-то как это подписывалась Пантера Как-то пару раз Почему черная не знаю Может она фанатка Группы пантера А есть такая группа? Да Которая знаешь Поет такие песни Ну вот Минус Это Али Знает где она находится Граната Под пятую точку И Кэти Кэти контроль Али И Хэдшот 7-2 Короче Празднику альтернейт И да Да Действительно Сейчас УСШ И кстати Немецкая команда Отвечает за мать За третье место Вроде бы как Потихонечку И буквально еще 7-8-9 раундов И это победа Нет денег У Юбинайт Это экраунд Как бы Пока все Под диктовкой А на прошлом ЕСРЦ на женском турнире Вроде Москву 5 Топ 3 заняли Да Они как раз и проиграли Вроде американками Если я не ошибаюсь А как бы тут Как бы Я вот честно не помню Но как бы они Альтернейт и Юбинайт Играли в финале И до этого финале В полуфинале Проиграли Русские девушки Вроде американкам Если я не ошибаюсь Надо будет у Тату Спросить попозже Чтобы узнать Память у нас уже Старых комментаторов Подводит На пленте Команды альтернейт Снова не угадали Сокраундов Юбинайтед Засада на б Неудачная А там Там прикол Там сейчас засад Развлекайся Девочка Уху Нормально Развлекала Его устроила Да Два калаши И 3 в 3 Остается команда Но команда по моему Пошла выбивать девайс Сейчас вот так смотрю Хотя Оп Шифта Ли Пытается обманывать Кого она там обманывает Миду? Не знаю Показала что уходит Шифт включила Пошла назад Все Да пришли в тешку Раз Два Катя Ира такая. Бомбу даже не ставили, потому что, понимаешь, я люблю, мне уже нравится, как бы, CSGO, я готов комментировать любой женский турнир, где барышни эти будут играть, потому что они реально, ну, вот, да, они играют круче, чем мужики, реально, потому что они не такие унылые, они просто идут, да, выкатили свои стальные, пошли, взяли и убили эти девайсы, которые из них выбили, вот это правильно. Так, спрашивают, когда они будут играть, ребят, в 5 по Киеву, в 7 по Москве. После, после этого финала, разумеется. Ну, после этого финала и еще какого-то времени. Через 2 часа 20 минут мужской финал. Так что не переживаем. И ждем. И ждем. А потом ломимся на стрим, зовем своих друзей, всех зовем, это будет просто битва двух миров, по факту. Игроки из 1.6 плюс Сурс против Сурс команды, которая там сколько-то времени брала везде первые места. И вот сейчас ситуация поменялась, в новой дисциплине мы увидим яркий финал. Ну, как минимум яркий, я уверен, там будет много фишек, много всего полезного. Просмотрим флешки ВГ. Вот на нюке флешки ВГ будут вообще, наверное, сейчас самыми четкими. Нюк мы по-любому увидим. Я думаю, это будет нюк, трейн или нюк даст 2 и еще что-то. Хотя я хочу мираж очень сильно посмотреть. Просто вот... Парыч занимает Юбинайт, давай посмотрим за этим делом. Они первый раз, по-моему, так играют сейчас в защите. Двое-две в Парыч уходят, одна на спуске остается, седьмое. Минус Парыч, молодцы, минус ЗАЗ сразу. ЗАЗ не ожидал такой наглости от защиты. И 5-4 за Юбинайт по игрокам. Ники и Бионт уже покоцали. Ну, атака. Сплит на альфу идет. Две длина. Ирэн, Катя. Ирэн пока в десятке сейчас может умереть. Катя нет. Бионт проходит в упор. И тут про Аркадий или Парыч просто. Вот сейчас уже на длину не имеет смысла идти. Но хотят под Молотов все равно разобрать. У тебя в центре еще будет минус. Оу, мисс Харви хорошая. Она тут просто накрывает. Молотов просто никуда упал. И минус 3 в ее исполнении за раунд. Не, ну в любом случае, атаку от Альтернет уже выиграли. И в принципе они могут вот очень так же успешно. Да надо топить. В защите. Ну, понятное дело, что им надо топить на 12-3. Надо топить просто, если берешь 12-3. Когда за 10 раундов выходишь, тогда жить становится легче. Немного. И у тебя больше шансов за деф отыграть. Для своей победы. То есть там не важно, с каким счетом. Главное, чтобы преимущество после первой половины было катастрофическим. Чтобы вы могли развлекаться и свободно себя чувствовать. Не волноваться, не париться. Как бы, чтобы не было такого. Два раунда не берем и все. Окей. Окей, да? Ты согласен, да? Да, молодец. Молотов парыч и не дает выйти сейчас Поттер. Либо она его давала, чтобы не забежали к ней. Сейчас посмотрим, как Бьонс играет. Парыч из контакт будет под гранату. Граната в парыч, дали флеш, слепили немножко и... Молотов в ответ. Там ушла от флешки, просто ЗАС накрыла сразу Сапфир. Поттер осталась на парыче. Ники. Ой, там Б. Там Б врыв. Две в парыче. Там три Б уже. И поджим спину пошел в Т-шку. Две в Т-шке сейчас будет. И Рен в упоре занимает. Две поднимаются в верхнюю Т-шку. Сейчас от Рен очень много зависит. Так, так. Две выходят сейчас из Т-шки. А тут Молотов сразу залетает по таймингу. Прямо перед ногами. И не могут зайти Поттер и ее коллега сейчас с Т-шку. Да, там еще ЗАС вышла, почекала. Рен минус. Центр. Все, там нет. Теперь флешек, чтобы набрасывать. Это сейв. Даже без выстрела взяли раунд. Молотчаги очень грамотно сыграли альтернейт. Вот она сила Молотова. Вот положили под выход. И все, никто Т-шку не вышел. Плюс дым. Положил и хрен тебе, а не выбивание Б-плунта. Вот тут нужно йогов исполнять. По огню ходить. И что делать в таком случае? Ничего нет. Слушай, а у тебя, да, у тебя тоже заглючило ГОУ-ТВ на Бомб Сайд Б. Слева сверху. Слушай, а оно всю жизнь заглючило. Первый раз за третий день заметил, что места меняются там поздно. Это глюк. ГОУ-ТВ. Он пофиксится в новом патче. Я на это надеюсь. Там сейчас как раз информация собирается, статистика собирается по ГОУ-ТВ и прочим. Да, и что нужно поменять на ГОУ-ТВ? Девять-три за альтернейт. По сути, три раунда остается в первой половине второй карты финала женского. Ну и если... Скорее всего, альтернейт все-таки должны брать эти раунды. Пять флешек есть на команду Юбинайтед. Кольты. Очень такая сложная закупка. Откидываться будет тяжеловато. Кэти Бион уже, вот смотри, сейчас будут готовить парыч. Они решили с нижней сыграть наконец-то, чтобы сразу выкупить. Ну, потому что последние два раунда парыч занимали. Там по два, по три игрока. Да, ЗАС отправили на длину с Ирэн. Вот эти две подруги сейчас сыграют. Сейчас на Дасте атаковать на минус парыча. Оп, минус от Ники. Флешком и менталочка. Видела, видела она вторую там девушку, по-моему, только что. Вот выход парыча от... Поттер, Поттер хорошо. Минус две дает. В это время Катя и ЗАС дают, пробивают длину. Альтернейт в большинце проходит спуск. Поттер поднимает с парыча, уходит обратно. Ее прогоняют. И в это время в тэшке что-то из игроков атаки будет убивать сейчас Али. Там Али и Ли от ворота вышли. Али минус даст, нет. Кэти на Кэти надо уходить. Было, и Поттер ее отжарил. Ну, защемили с двух сторон. ЗАС, Парыча, ИРЕН. Это ИРЕН дает минус. Все, остается Али. И две девушки Парыча. Али не потащила. ЗАС берет раунд своей команде. Супер противостояние женскому КС. 18 на 7, друзья, ЗАС просто... Я говорю, супер противостояние ЗАС, Али. Это вечная война. В этих топ-звезд женского КС в этот раз ЗАС была сильнее. На долю секунды ситуация 1 на 1. 10-3. Ну и 6 раундов. И альтерней чемпиона ЕСЦ 2012 в женском Counter-Strike. Гоу. Global Offensive. J.O. Так его называют. J.O. J.O. Так, с Тэшкой не Аркадия. Странно, вот... Мид бы... Попытались бы лучше за Аркадия Тюбинайт, я думаю. Ну, просто видно, что они здесь... Не настолько как бы собраны, сконцентрированы. Надо бы применять что-то в игре. Сыграть какой-нибудь ответный раунд. Ну, 11-3. Все, за 10 раундов выходит команда Эльтернейт. Очень уверен. Они, наверное, сейчас там девчонки сами сидят и просто, ну, не понимают до конца. Ну, я не знаю, что стоит мне зайти на официальный стрим и посмотреть финальные визги девушек из Эльтернейт. Ну, на раунд раньше придется нам это сделать. Потому что там без дилея 120 секунд на... Да, да. На 120 секунд раньше. Зайти, да? Ну, хорошо, ладно. Да, конечно. Ну, давай, альтабнусь. Давай, пусть будет, а я здесь уже... Доклацаешь как-то. Доклацаю как-то, да. Что где как. Так, то есть, чтобы было понятно. Так, ну что, врыв нижняя АТшка. Вот он, вот он. Смена стиля игры. Сыграли агрессивно. Парыч полетел сразу Молотов от ЗААС. Девяточки. Восемь тоже заняли. Будут пытаться выбивать сейчас нижнюю. Или выбили уже, да? Или нет? Не ясно. Да, ушли с нижней. Подруги ушли с центра. Все, мид заняли. Альтернейт. Бион сейчас чекнет последний раз длину. Может даже отправиться туда, чтобы посмотреть, если там кто-то... Ну и в Парыч сейчас будет готовиться просто мега агрессивная атака. Дым ложится в центр. Да, 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 да. Готовить будут Парыч. И врываться, походу, будут сразу. То есть, из-под гранаты. Не будут там ждать кого-то. Ну, смотрим, мало холсов тут у Кати остается. Но и, в принципе, жива ЗАЗ. Поэтому все может быть окейно. Посмотрим. Опа! Ники убила Катю. Хорош. Вообще. Просто супер. Она, видимо, кидала гранату. Граната отскочила. Все, пошел. Все. 3 в 5 выход. ЗАЗ, Ники Парыч. Ну и тут просто собирает, как бы, GSO вместе с Поттера. Спокойно. Выходящих подруг. Остается последняя Бионт. Злины. И все. Это 11-4 за командой Альтернейт. Вторая карта. Тут смотри, когда она убивает одно, она думает, что я пойду дальше, убью еще двух. И вместо того, чтобы отойти на ноль, она идет дальше и гибнет. Значит, тут все зависит от пистолетов. Потому что вот команда Альтернейт на Ники выиграла обе пистолетки. И, в принципе, с этим связан такой мощный счет. Если сейчас будет еще один четвертый, да, получается, пистолетный раунд от Тим Альтернейт. Но это будет уже печально. Вообще печально. Проиграть все пистолетки в финале. Это, наверное, страшный сон про геймера какого-то. Я даже не знаю. Любого. На каком-то там турнире, я не помню, на каком Навине выиграли одну пистолетку и взяли первое место. Ну, там был настолько потный финал. Настолько просто валидольных три карты и вот эти вот раунды, которые вытягивали. Да, да. Ну, такое могут в основном, наверное, только Нави, скорее всего. Да и разве что вот бывшая Fnatic SK. Нынешние вот НИПы. Ну, посмотрим, что будет с CS GO в частности. Ждем начала второй половины. Вот-вот стартуется эта игра. И можно сказать, что, возможно, нас ожидает камбэк. Потому что девушки в красной форме кричат и радуются. Да. Но первый раунд будет, я думаю, жестким. Я думаю, жестким. Кто же зажгет в первом раунде, по твоему мнению, Таффа? А я, кстати, не обращал внимания даже, кто зажигал. Я-то думал, ты тут сейчас все сделаешь четко и мы покажем серию жестких коншотов. Ванга стайл, да. Нет, это ты там смотрел, давай. Ванга стайл. Ванга стайл, да. 11.5 интернет будет сейчас, ребят. Подруга на подругу. На парапетик давай, да. Ирен пошла давить с Хаггисами. Сейчас их накажут за береты. Да, сейчас ее просто уволят. Мне интересно, что кричат девчонки. Вот интересно, есть у девчонок там кто-то вроде Сеня? Только я думаю... Конечно, есть. Там каждая Сеня, буквально. Я тебе говорю, там все пожестче намного. Там Поттер как крикнет, там поляки все со стулья попадают. Плант ставится. Да, ставится бомба. Но пробитый пар и счет, тут ничего не сделать. Там сейчас длины будет еще минус. Я вот скажу правду, да. Бионт пойдет, поставит один минус в язме. Сейчас мы видим все силы Юбинайт. И смогут ли они вот в такой ситуации, в такой форме дать свой легендарный камбэк, ответить, переломать ход событий и выиграть финал. Это в их стиле, в принципе. Последний невероятный хедшот от Бионт, игра в Плэнт. И разложили. И ломает. Отлично. А Сапир минус 2. 11.5. Траунд отыгран. Да нет, преимущество в Альтернате еще как бы позволяет здесь прикинуть, что к чему. Ну что, это преимущество будет таять сейчас раунд за раундом. По идее будет как минимум один эко-раунд сейчас от команды Альтернате. А вообще 2 по идее должно пойти. Где-то так. Видим еще даже на ковриках СК, кто-то на Рейзере играют Юбинайтед. Старые еще СКшные поставались. Слэйн, как дела? Да я смотрю, что готовят они по флешкам здесь. Да неважно, что... Ну, они готовят антиэкоф. Ну, понимаешь, просто они как бы... Да, я понимаю, что... Но они, тем не менее, они играли, они здесь показали такие флешки, которых я не знал. Мне интересно, что еще может быть. Я внимательно просматриваю просто... Аккуратно, просто играет сейчас просто американская команда. Я думаю, будет массово выходить ЗАС. Что для ЗАС вообще? Что происходит? Такая тишина. Тут накровно играют Юбинайтед, сейчас понимают, что малейшая ошибка будет просто провал. Сейчас надо брать все эко-раунды соперников, набирать экономику, набирать деньги, раунды, сравнивать счет, переворачивать игру, выигрывать вторую карту и переводить все на третью. Оп, а остальные две не вышли. Стоят, ждут, стоят, ждут. Ай, сейчас пойдет Сапфир туда и... Будет минус три. Нет. Никки все-таки убила, но Поттер забрала. Они поджали нормальную длину, спалили их в банке, все отлично. Кейти Би Йонт остается вдвоем. Ну, как бы, тут тоже все просто. Шестой раунд для Юбинайтед и пошел отыгрыш. Все-таки в атаке сейчас Юбинайтед даст. Это вообще силушка у них, правда, в 1.6. Посмотрим, как в гоу атака сейчас пойдет. Ну, мы ждем в любом случае до первого девайсного просто. Пистолетку выиграли, хорошо. Если бы не выиграли пистолетку, все было бы вообще печально. Пистолеткой бы был счет 12, 13, 14 и там все. Да, да, да. Одна ошибка и все, и ты проиграл финал. Вот он показывает команду. Не успел я показывать. Ильтернейт по-прежнему. Вот камера боковая на команду Юбинайтед. Не видим мы там никак. Видим, сзади мужика, который пристально снимает за всеми. И двух французиков. Которых мы вам показывать не хотим и не будем. Итак. Ну, еще один экот, нечего говорить. Такой же поджим длины, такая же засада на B. И, в общем-то, наверное, так же все где-то и закончится по игре. Ну, ладно. Давайте смотреть, как же исполнят девушки из Ильтернейт. Точнее, исполнят ли выигранный экраунд. Да нет. Две экраунты не вряд ли исполнят. Да. Я думаю, то есть я против ЭК здесь что? Вот смотри. Понимают здесь Юбинайтед, что лучше играть медленно. Играют медленно. Там позиции в упоре какие-то занимают Ильтернейт. Естественно, здесь преимущество в оружии банально тупо решает. И все. Тут как бы в засаду не идут. При том, что всегда есть вот выход на посмотри. Что за, стрихался ИРН-43, уже по-котцель, уже на планете. Да, тут, да. Тут запускают грамотно еще в планет на атаке вот американки. То есть они запускают одну подругу туда, да. Она там все чекает, по сути. Ее просто прикрывают. Перед этим, чтобы, если что, сразу разменять. Ну что, тут флешмид. И Парыч будет ждать Али. Тут уже, да, готовится движ на Парыч. Али здесь минус один есть. Знает, что еще в дыму одна девушка есть. Она могла уйти. Сафир помогла. Пришла, добила. Отлично. Ну и Парыч по факту закрыли. Тут Кэти осталась. Сейчас она будет здесь ждать своего смертного момента, который наступает от Али. Опять же, Али довольна, наверное, собой. Давайте посмотрим на статистику. Поттер 18 на 10, 4 MVP. Сафир 10 на 12. 10 на 9. Джессо Али 8 на 13. Ну там зато у всех звездочки есть. Почти кроме вот Сафир. Ну что, ключевой момент для Юбинайтед. Нужен очень оружейный раунд. И если они его берут, это буквально говорят, что это камбэк начинается. ЗАС 46 очков на счете 1.7. Если она сейчас будет играть с той же пылкостью, что и в первой половине, раздавать там, да, то... Вот, вот длина занимается. Сейчас ей не дадут раздавать. Сейчас все будет по-другому. Сейчас все будет по-другому. Сейчас вообще все в финале может поменяться. Вот здесь и сейчас в второй половине даст. Если Юбинайтед сделает свое дело, выигрывает атаку, выигрывает вторую карту. Длина, три длина, три длина выходят. Ты первый девайсный, друзья. Так, сейчас будет подсадка, походу, да, на ящик. Будут пытаться отстрелить Яму. Даже просто подсесть можно. Флешка. Поджим длины, смотрим. Сюда бы Молотова сейчас бы с Ямой, да, подзакинуть. Да, 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 да. Гори в аду на тысячу. Опа. Флеш. Чуть-чуть задело. Поттер минус ЗАС. Все, Яма должна здесь просто падать. Все, щемят, щемят Яму. Два ствола. Да, в планте Джессо отлично пропушила Ники. Ну, там Яма надо было оставить досмотреть. Вот сейчас пошли уже загонять эту Ирену. Она, о, еще и с плантом, еще и в гранату получает. Все на нее прыгают. Релоуд минус. Тут без шанса. Ну, не, Ира постаралась. Тут разрыв, реальный разрыв. Кати, Бионт остаются вдвоем против пятерых. Минус есть один. Да, Кэти остается в четыре. Да. Кэти просто посидит подстрелив. Ну, вот это уже реальная заявка от команды Юбинайтед. Реальная заявка на то, что еще не все так просто. И у нас фиг выиграешь, говорят девушки из Юбинайтеда, и сейчас, походу, потащат даст. Я чувствую, что это за три же происходит. Бедный альтернейт. Играть так финал и проиграть его, это будет феноменальный просто слив финала. Ну да. Три половины, не было никаких шансов у Юбинайтеда. Тут начинает. И тут началось, да. Мы перешли за атаку. И тут понеслась. Кэти минус Али. И что, засейвит девайс, наверное, на свой подбэв все-таки. Да, ее никто не идет убивать. Восьмой раунд для Юбинайтед. Проблема у альтернейт. Денег нет. У Юбинайтед все гораздо лучше. И вот сейчас может еще серия раундов Юбинайтед продолжаться. По-моему, все только начинается от американок. По-моему, они только разогрелись. Не было, видимо, достойных соперниц по ходу чемпионата. Тут топа. Другие такие бабы тоже крутые. Тоже наваливают за... Ого! Девушки, тафа, девушки. Тут уже сейчас начинаем проигрывать. Ну, между собой, когда девушки общаются, они там по-разному если друг друга называют. На букву С часто тоже я слышал. УКейсер проскакивает. Особенно, вроде, у своих соперниц. На своих соперниц. Тут сейчас будет просто отдача на пары еще. Вот, посмотри, а выпа осталась стоять от респа. Вообще отлично. Да, все хорошо. Вот, для такой карты это правильно. Слушай. Попасть. Опа! Минус смит. И все, там серия фрагов. Просто альтернейт там вломились. Как калаш. Ай-яй-яй. Убежала, не дожала. Убежала, не дожала. И ЗАЗ сейчас будет здесь. Не, ЗАЗ сейчас просто погибнет. Не, ну если альтернейт сейчас... Я ванга, я ванга. Тихо, ЗАЗ погибнет. Вот здесь, вот на этом вот месте. И в нее еще влетит молотов. Если альтернейт сейчас реально вот соберется... Вот она выходит. И давай, гибнет. Все будет хорошо. Им нужен какой-то раунд. Им нужно сейчас менять их игру. Потому что это печаль просто. Реально печаль. Что-то поменять. И как-то по-другому сыграть. Как-то. Да. Да поменяют. Я думаю, поменяют. Без борьбы-то не сдадутся уж точно. Ведь это же девушки. Как можно так взять и сдаться без борьбы? Главное, не подать дукам. Надо просто, чтобы ЗАЗ сделала минус три в раунде. И все будет круто. Ну уже 11-9. Уже два раунда между командами. Учитывая то, что, не знаю, это играют за атаку. Ну считай, что это 11-11. Потому что сейчас раунд не берет, что это 10-й. Надо одиноко делать. Какое-то они берут подряд раунду в 4-е? Ты что? Не, у них тот раунд был в предыдущем. Какой? В предыдущем раунду в 4-е счет первой половины. 5-0 за атаку. А, ты имеешь в виду за альтернэйт? Да. Таня и... Смотри, они сейчас выиграют. Ну да ладно. Или нет? Или нет? Там, ты вообще... Ты в порядке? Я разбиваюсь просто внутри монитора смотреть. Давай смотреть, наверное, за тем, как ЗАЗ убивает. ЗАЗ начинает минус GSO. Ну там по длине движуха знают они. Ой, там поджим нижняя походу есть, да? Да, да, да. Кэти вышла мид, там флэш. И готовится длина. Полетели молотовые на открытый. Проходит длина, проходит просвет. Все, подым открывается парыч. Минус парыч был по-любому. По-любому добили. Ну да, был, вот он. Да, убила Харви здесь. По-другой. Бионт минус Поттер в это время. Ой, Бионт. Ой, хорош, молотов просто в плент. Все, гусь жарится, бомба. Бомба ставится. И выше на нее две соперницы. Нужен минус, нужно минус два. Хорошо, хорошо, тащат. Что вытворяют? Да, 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 альтернейт. Вот это раунд. Волевой немножечко по концовке немного раунд. Классные действия от девушек. Там Бионт вообще прикольно подошла. Она сразу как бы взяла молотов, бросила в плент. Там ставилась бомба. И там подруги горят. Все, огонь. Надо выйти на гусь и убить. Открываются на гусь. И там уже просто... Ну, молочаги, да. Этот раунд бы сейчас их порешал. Если бы они его не взяли, это все. Можно было писать письма 11-11. Там миллиарды денег у Юбинайтед. И нам нужно было тащить там раунды 3-4 подряд на оружие. Это было бы реально очень сложно. Сейчас чуть поменьше, чуть-чуть полегче задача. Но, тем не менее, она не меняется. Выиграть 4 раунда и закончить финал ЕСВЦ. Вот что нужно сейчас в Team Alternate. Female. Так, ну что. Юбинайтед. Проход нижняя Тэшка тут будет. Ой, это мид. Это мид сразу. И влетает в молотов Сапир. Открывается на... Там еще Харлит тоже пожарила. Очень-очень открылась. А там сейчас на Б. Если Тэшка выбивается, то это будет минус. Нет, все. Здесь берут Американки раунд. Не берут они раунд, братан. Сейчас ты увидишь. Они не сыграли. Они не сыграли просто здесь нормально с Тэшкой. Они должны были за Аркадите забрать ее. А теперь они против трех на Б по факту стоят. За АС с Тэшки будут заходить. Сейчас перестреляют, смотри. Давайте смотреть за АС. А все, за АС в дыму здесь. Рен, минус. Еще флешка в ЗАС влетела. Хае. Тут Поттер по-всякому. За АС пытается выкурить. Там бедняга стоит вообще в дыму, флешенная граната еще влетела. Но два в два красной подруги на пленте. Иран просто ждет здесь выхода на себя. И тут... Ой-ой-ой, Ира! Просто взяла и отстрелила все. Как они вышли, не чекнули упор, я не знаю. Потому что обычно он чекается всегда в этой игре. Ну, молочаги поперло, поперло. Поперло сейчас. А Ники, это же девушка Детрайта, да? Я не знаю. Вот там золотой с этим. Не, у него там какая-то японка или китаянка. Не, ну была. Которая старая была, у которой была золотая мышка из Силсерии. Это же, по-моему, она. Не знаю. Та самая девушка из Германии, которая была с Гитрайт. Да, да, я напомню, капитан вообще этой команды, если честно. Применял нормальную женщину на Азию ходячую. Шутка. Юмора. Плохая. Ну что ж, смотрим эти продолжения. Мы вообще чуть-чуть до раунда стащат. Здесь пошли Глоки. Да, а вот помнишь, вспоминаем тот раунд, когда они... Если бы они тогда не взяли оружейный, вот прошлый, то сейчас бы здесь бы не было эко. И еще потом бы в следующем не было бы эко. Ну смотри, тут уже на плане зашли. Бомбы ставятся. За Аз смотрит нижнюю тэшку. Ну пускай, пускай. Ее уже отстреливают как бы с пунта. А, ой, тут сейчас атака просто отвалится на Парыча. Да нет, нет. Гранатка! Ой-ой-ой! Вообще так плотно зашла. Влетает за Аз. Давай, спрейт. Минус два дает в ассисте с кем-то из своей команды. Ник не прописан, непонятно. Ник не видит длину. Бомбу можно дефить. На Парыча подругу забирает. Все, лас длина. Это Джессо. Деф идет. И дергают с дефа. Все, надо убирать подругу. Ой, Джессо напоследок еще отписала плюшку Бион. Нормально, Катя подстраховала. 14-й раунд. И альтернейт. Таща, таща. Два раунда до чемпионства осталось. Два раунда до чемпионства. Золотой медали. И за Аз официально успокоится. Наконец-то. За всю боль. За всю боль. За 10 лет страданий и мучений, да? Мужик, ну в прошлый раз эти игры, они тоже могли выиграть. Но эти девушки, просто сумасшедшие девушки из США. Они отыграли там что-то 7 матчпоинтов подряд. Перевели игру на овертайм. Выиграли овертайм. И потом выиграли третью карту. То есть было и такое между этими девушками. Поэтому давайте смотреть, что же будет дальше. Но у нас пока ликующие альтернейты на официальном стриме. А это значит, что все-таки, черт возьми, будут матчпоинты. Будут. Это 15. Ну что, пары GSO открывает. Отлично. Размен отзад сразу с ящика. Она еще нижнюю тэшку зачекала. Она видела вот это вот тело. Смотри, Бионт и Кэти начинают поджимать тэшку. Иду туда. Али минус Бионт. А тут Кэти. Минус Али. Все, бомбу еще спалили в тэшке сейчас. Знают, что бомба здесь вот упала. И там Ники. Пошла поздняя граната. Ну, там бомба забрала, по-моему, Поттер. И они уходят на А. Да, пустая полностью здесь 2Б. И Ники, Кэти. Ну, это либо сейв, либо надо как-то брать. Но как брать, я не знаю, потому что они пусты. А, нет. Есть 2 флешки. 4 флешки, в общем-то, есть. И один дым. Либо это граната, либо это зажигательная какая-то граната. Не определился я пока еще с иконками. Слушай, опять в меньшинстве тащится, да, раунд, похоже? Ну, поперла альтернейт в этих последних раундах жестоким образом. Смотри, что они дают. Ой, Харви взяли отстрели. Она должна была здесь забирать сразу 2-х, на самом-то деле. Они в лучшем стиле Na'Vi просто вытягивают сейчас раунды. Команду просто тренировал, наверное, кто-то из Na'Vi, да? Да. По-тихому, да? Опс, Ники минус Сапфир. Поттер, последний минус очень четко. Кэти минус Поттер. Ну, это вообще разрывало какое-то дымо. Да, матчпоинты и... Как они 3-2 отдаться парапету, когда две девушки, предсказуемые, идут по парапету и умирают? Ну, что это такое? 15-9, друзья. Американки терпят. Вот если они даже 10 раундов на второй карте не возьмут, это... Ну, 6 матчпоинтов, я тебе говорю, было и побольше. У Юбинайтед, поэтому они еще... Не стоит их списывать со счетов, пока вот Альтернейт все-таки не возьмут этот последний раунд. Здесь будут тащить, тащить и пытаться тащить до самого конца. Американская команда. И, честно, там... Не сломить их духом вот просто так. Так, раскидка флешками пошла на парыч. И там куча-куча топота. Оп, нижняя тэшка увидела. ЗАС опять. Вот начинает сразу простреливать. Не знаю, попала она там вроде неплохо. Харви сейчас отдастся на длине еще вдобавок ко всему. Ну, кстати, тут у американской команды тоже вот этот Сапфир последний же пришла в команду. Там раньше у них была такая мексиканка. Маленькая, прикольная, которая играла как гидрайт, наверное, вот там по Айму. Которая сидела на стуле с ногами, потому что она легко помещалась. Там можно было 3-3 посадить этих мексиканки на стул. Ну, в общем, вот ее не хватает, конечно, сейчас команде. Ее фрагов, юбинайтед было бы сейчас вот то, что нужно. Ну, смотри, сейчас Кэти будет принимать Б, скорее всего. Если не профлакапает там выход Али. Ну, вроде ждет, тайминг работает. Да, вот он Али и все. Все нормально. Флешка вверх пошла. И можно, в принципе, менять позицию, убегать вообще с Б. Там тупо на А уже прибегает Поттер. Бой, Кэти сейчас еще тут нижний попробует отрезать. Ждет, ждет. Вообще, вот выжидание какое, а? 4 хп у Али осталось. И Кэти пошла к длине. Странно, на бату, на самом деле. Но я в любом случае, там примет авик и сапфир еще здесь есть. То есть тут Кэти еще под флеш выходит. Опа, опа. Ну вот не офлешила, не офлешила подругу в итоге. Яму отдать пришлось. АВП на дальнем расстоянии. Слушай, она тут сейчас по всем попадает просто. Я еще и в спину, там, наверное, уже заперла Али. Да, под банкой ждет. 17 хп против 4. Но тут Али зарешает, я думаю. Да даже не Али. Все раньше закончилось. Просто взяли и зажали. Но она потерялась. Ничего страшного. 15-10. Давайте смотреть, друзья. Один матчпоинт отыгран. Ну и я просто сейчас, извините, я тут параллельно смотрю с официальным стримом, что здесь происходит. И вообще, что сдают сейчас вот эти девчонки из Юбинайт, это все-таки они по ходу проснулись и пытаются, пытаются потащить. Ну, смотри. Вот сейчас, кстати, будет, именно если с карты смотреть, будет веселый раунд. То, что начали уже исполнять девушки из Альтернейт. Ты сейчас вот там по ходу раунда поймешь. У них тут, видимо, последние деньги уже пошли. Потому что, я смотрю, проскакивают фамасы. То есть, если сейчас Юбинайт отыгрывает еще один матчпоинт, второй. Дальше пойдет Эко. Это третий. Это уже 15-11. Но можно попробовать и потащить. Кто его знает. Смотри, смотри. Да, там сейчас будет просто такой момент, когда будет 4 на Б у Альтернейт. Вот они дают первый минус, размен. И поломились в центре занимать. Смотри, поломились. Уже думают, что Аркада Б. Смотри, смотри, что происходит. А, бомба, бомба, бомба. Ой-ой-ой-ой-ой. И они проходят по длине. На, ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще пары закрыт. А там одна мисс Харви творит добро. Ну, разводит на себя всю команду просто. Тим Альтернейт. Джей Сол уже пошел помочь, что ли, пойти. И бомба стоит. 4 в 3 ситуация. И сейчас в меньшинстве Юбинайтед. Но с поставленной бомбой. С более удачными позициями. Ну, и тут еще гранатов пустую вылетели. А Ивен до сих пор не понимал. А бомба на А. Да, бомба-то на А. И они все идут, как пушечное мясо, через Терри Спау. Ну, и там сейчас будет просто Молотов. Ой, все, я белый. Опять. Ну, ошиблись. Играли свой быстрый раунд. Думали поджать Т-шку. Тут не то, что ошиблись, но играли свой раунд. Они именно хотели поджать центр, поджать Т-шку. Но, увы, увы. Как тебе? Отлично. Отлично. Одна подружка взяла и развела просто всех на себя. Но тут уже... Тут Альтернейт уже просто начинает, наверное, нервничать сейчас немного. Да, 15-11 и закончились деньги. Вот в этот момент и проявляется истинная сила команды. Вот после этого раунда смогут ли они все-таки... Добить этот один единственный раунд, он всегда является самым сложным. Ну, за раунд. Майкл Джек, блядь, там сноубордист какой-то. Да-да-да-да-да-да. Доскуем еще по одной. Но глюки, гоу-тв, недели нет еще гоу-тв, поэтому, ладно. Пофиксит этих... Куда ты едешь? Скейтбордист. Он еще смотри, Оли сделал. Вообще круто просто. Опа. И тут Поттер, Сапир, Джессо, вся американская банда в сборе под банкой и всех разобрали. Просто всех. Ну, почти. Да, вот Ники тут еще получил. Бион что-то там на центре пытается с куколкой сделать против нижней тэшки. Да куда ты? Я Джессо, я вас отстреливаю. Третий матчпоинт отыгран, тем временем 15-12. Третий чемпионшиппоинт, мало того. Да-да-да. Как бы... Это вам... Все, пошли Фомасы, альтернейт. Ота, от Ахс. Так, причем, причем до этого был экораунд, то есть вообще денег не хватает. Подбадривает менеджер сейчас Юбинайты. Давайте, тащите, даешь третью карту, даешь нам третью карту, тащите бабы. А то назад не пустим. В США. В США, да. Но в Канаду отправим. Ладно, окей. Смотрим, смотрим. Важнейший раунд снова для альтернейт. Они не решили сделать два эко подряд. Играют с полудевайсами, неполные гранаты. Его бьет вообще МП-7. И 15 холстов остается. Два Фомаса, два кольта. Короче, они слишком сильно рискуют, наверное. Но, видимо, я думаю, что и так им может хватить сил. Просто это Юбинайты. Неужели они же... Кто, как не альтернейт, прекрасно знают. Как не Рен, как не Кэти, как не ЗАЗ. Как эти девушки у них выигрывали. Как они тащили. Сколько они горьких слез. Да-да-да, пролли. Пролли, да. Сейчас Сапир открывается длину против Рен. Рен чек. Нет, минус от Рен есть. Бион забирает. АВП приходит на длину стреляться. Все, длина по факту закрыта. Тут уже бомба. Ну, 2 в 3 тут, наверное... Ну, наверное, это 13. А еще бы выбить эти два Фамаса, чтобы полнейшее эко сделать. Да, тут вот белая Кэти, как бы. Она тут даже отмечена, что она вкушенная. Все, ее сейчас убьет Мисс Харви. Скорее всего, нет. Мисс Харви не смотрит под себя. Ее накоцали. Вот сейчас развернулась. В пароч еще кто-то есть. Ну, должна справиться. Нет, Рен. Минус. Минус Рен. Мисс Харви. Кэти остается одна против двоих. Пошла перестрелка с длины. Минус от Поттер. 15-13. Если нет денег, альтернэйт сейчас будет эко-раунд. И почти сравняли счет. Подруги. А, подожди. Может, не эко-раунд. Эко. Не знаю, сейчас посмотрим. Да, эко-раунд на 14-й будет. Берут. Берут. Смотрим. Так, что там, что-то, что-то, что-то. А не сейвили девайсы? Нет, нет, нет. Это эко. Это фулойка практически. То есть там купили только по 250, одна флешка убьем. Эко-раунд. И то она ушла на длину, походу, сразу. Не, в тэшку, в тэшку ушла флешка. Мисс Харви отрезала. Но тут на счет 15-14 уже по факту вышли. Ну, посмотрим, подожди. Ну, вышли точно, да. Да, это 15-14 уже по-любому. И Рэм здесь записала Джейсо красивый хитшот. Игра втроем с парапета. От альтернэйт. Там падает молотов, чтобы в нижнем не было аркады. Ну, можно безопасно было выйти в начале, в принципе. Вообще, если не ошибаюсь, вот тут Джейсо, Джей это имя, там она или Джейсо, это кто, а Со это фамилия. Не знаю. Потому что она... Ну, ник у нее Джейсо. Мы по нику пока определяемся. Джейсо, Джейсо, по-моему, правильно так читать. Я вообще за то, чтобы все играли под фамилиями и именами. Вот, на турнирах это вообще было бы... Киберспорт тема интересна, что есть никнеймы. Ну, никнейм, да, тоже должен быть, но... Фамилия, имя, я не знаю. Имя, фамилия, это прикольно. Это более профессионально выглядит и смотрится. И, как бы, когда два чувака обсуждают, что Гидрайт или Форест круче, да, кто-то даже не понимает, кто это. Да. Короче, давайте досматривать концовку. Ну, берут, берут раунд. Ну, не только этот. Че, допаем? Да? Окей, ну что, смотрим, как сейчас... А я говорил. Юби-Найтед возьмут 15-15. Вот это будет жесть. Ну, мы просто на стриме параллельно видели, как бы там дилей был поменьше и... Отцепили. Но допы, конечно, не хотелось бы. Ну, я говорил, что они соберутся. А если они соберутся, то сейчас такое начнется. Вот она справа Джейсо, прямо на нас Мисс Харрис смотрит. Вот эта вот девушка-вачка какая-то. Поттер, Кэп, Али спиной к нам. И слева была Сапфир. Ну, и вот нам альтернейт тоже показывают. Немного расстроены они. Ну, конечно, сколько? Шесть чемпионшип-поинтов отдать. Шесть чемпионшип-поинтов отыграли. И это снова, это женский КС, это снова... Снова это безумие. Опять сейчас начнется... Там будут бомбить. Так, подсадочка Али. Аккуратный чек длины. Грамотно разыгрывают, кстати. Мне нравится то, что они на ВП длину сразу стараются в атаке забрать. Это правильно. Им хо, но АВП эффективно. Вот и Рэнс. Ямак наказывает. На нее падает Поттер. Ставит такой клах-бабах. Просто жесть. Готовится Молотов. Ну, тут уже все в огне. Аплент в огне. 2 в 4. И тут не спасет ситуацию Кэти, я думаю, вместе с Биом. Кстати, там почти полный зал. Я смотрю на ИСВЦ. Все следят за этим матчем. Видимо, выйдут на улицу сейчас отдохнуть девушки из команды Юбинайтед. Либо они там просто пристали немного размяться. Но, тем не менее, они сделали то, что они любят делать в финалах. Там проиграть, что-то там непонятно. Первую карту потом ответить. Ну, либо обычно просто убивают в хлам. Ну, тащить они тоже умеют. Ну, и у нас овертайм, друзья. Ждем. Да. Ну, Слэм, на этом моменте я тебя покину. Потому что вот у нас час сорок. Ты можешь мне мышку ту подвинуть? Да, час пятьдесят до финала мужского. Ну, я говорил, что нужно быстренько декорации нам съездить купить с ребятами. Ну, на мужской финал я вернулась. Вот она, Али. Ну, она, видишь, так. Такой, немного не собрано выглядит. Потому что видно, что не получается играть в Гоу, не так же, как в 1.6. И печальненько пока что. Печальненько идет у нее игра. Что ты там проверяешь? Что Na'Vi? Попробует играть в CS GO. Да. Привет, ребята. Мы за вами скучали. Привет, Na'Vi. Мы за вами всеми скучали. Хорошо, что вы попробуете. Это хорошо. Так, ну, тут уже, кстати, на сервере совсем скоро начнется игра. У нас дилей 120 секунд. Не забывайте. Оставляю с вами товарища Слэма. Ну и, в принципе, что можно сказать. Довольно выглядит сейчас. Вот JSO довольно. Опять дали камбэк. Поттер настраивает Али. Вот подбадривает. Вообще, Поттер шарит. Капитан, конечно, она все-таки круче Али. Хотя Али всю жизнь была тут капитаном. Но Поттер именно такой вот. Она как варвар. Помнишь у этих немцев? Варвар. Вот такая душа компании. Подбадриваетесь. Который приехал и... Вау, парни, guys, hello, how are you? I'm fine, fine, fine. Такой бешеный, типа пуля, да? Да, да, да. Это именно он. У которого спрашиваешь, как дела? А он тебе всю историю своей жизни, как он попал в Киев, рассказывает. Как было круто лететь в самолете. Вот на позитиве. Это круто. Так. Ну, все. Я оставляю тебя, ребят. Вернусь на уже мужской финал. Подвини мне клавиатуру, пожалуйста, и скажи мне, какие кнопки. Подвину клавиатуру. Ну, вот эти два левых бинда. Один, два, три, четыре. Это и сплит. Ну, это вот эти вот клавиатуру. Ага, ага, вот эти. Да. Окей, все. Все, спасибо. Ну что, а мы ждем. Мы ждем тихо, мирно того, когда же будет начало. Начало овертайма. Сейчас, скорее всего, на сервере, да, да. Вот на сервере счет сбросили. Не оставят нам нормальных цифр, типа 15-15. Пока на халкиверге что-то пытаются у нас узнать. И, ну да, ТАФа идет на сайт своей любимой команды киберспортивной. Но... Нет официальной инфы. Ну, да. Ну, там просто, что они будут пробовать CSGO. Вот что сказал Александр Зирогравед и Кахановский. Ну, а что делать, как бы, серьезно? Ну, то есть... Так. Они тоже не расслабляются. Кто-то написал. Давайте пока чат почитаю, друзья. Давайте ворвемся в киберарен чат. И почитаем. Девушки норм так стреляют. Кстати, скин Молотова можно выбирать. А то на стриме он как бутылка, а в игре... Обычная грена. Нет. В игре грена, она как обычная грена выглядит у игроков защиты. То есть у КТ это такая, типа, гранат специальная. Все такое. Красивая, четкая. А у террористов они же, типа, все, да, не способны. Да, они же Молотов-то сами делают. Вот. У них, типа, это бутылка. Вот. Так что скин Молотова выбирать не можно. Он просто разный. У КТ и УТ. Ну, это как... Не знаю. В 1.6 у всех все было одинаковое. Но тут немножко поменяли расклады. Фиксить на демаг этот Молотов надо. Да, на демаг я вообще абсолютно полностью с тобой согласен. Вот. Ну, а у нас продолжается... Продолжает... Нет, не продолжается. Еще матч. Еще просто только зашли. Опять на сервер. Еще кто-то в чат хочет к нам присоединиться. Друзья, вот. Sovy can't read the chat. Фиксить на Макс. Слэм, напиши в поддержку Steam, чтобы фиксили. А зачем в Steam писать поддержку? Они сейчас будут собирать инфу, и я им там накатаю, что смогу. Слэм, такой вопрос. Можно ли как-нибудь сыграть с девушками М5? Насколько мне известно, они уже не играют. Как бы... Я точно не знаю, но... Вроде как нет. Так, правила. Я вот не помню правила на НСВЦ. Какие по овертайму? Ты вчера вроде смотрел оверы какие-то. 10, МР3. 3. Окей. Ну что, лайф, лайф, лайф. Я не знаю, что. Ну что, был счет 15-15, но здесь мы можем про него забыть, потому что... Играть они будут овертайм с счета 0-0. Три раунда за атаку, три раунда за защиту, возможно. МП, макс раунд 6. Да-да-да, 3-3. 3-3. Количество денег вроде бы как... Да, десятка, 10 тысяч было денег, либо 16 тысяч было, потому что кольты купили, по 9 осталось. Значит, раунда в дефе у Альтернет есть неплохие шансы разыграть и не потерять по деньгам. Все это дело... Итак, что делает мисс Харви Джессо? Они опять пытаются наработать парыч, будут пытаться здесь его занимать. Но я думаю, Молотов упадет сразу же туда. По длине пойдет Сапфир. Ее задача вот перекрыть просвет, в принципе. Но я думаю, там Ники может закрыть вот этот вот угол. Как бы в легкую. Ну и пока каких-то конкретных действий нет. Вот интересный момент. Здесь сейчас будут за Ирэ. Ой, она белая в пропете. Я слышу много-много выстрелов. Да, она еще успевает уйти. Ее подсадила за АС. Ну, вот две подруги играют в звене. Троечка и двоечка. Ну и Али. Компания стягивается в Т-шку. Там сейчас Бионт идет аркадить. Это ошибочная аркада на самом деле. Не надо было этого делать. На Б еще кто-то вроде бы и был живой. За АС Аркада парыч. Ой, размены. По длине проходит Сапфир. Она будет зажимать и запирать. Она может сейчас просто убить пропетку тупую. А бомба, бомба у Поттера. И в итоге мисс Харви, Али. Кладут за АС. Кэти остается Ирен и Ники. Ирен играет от Б. Вот, значит, попытается зайти в дым, скорее всего. Да, да, да. Заходит в дым. Видит Дэнс. Не убивает. Получает прострел. Достаточно плотный до 68 хп. Еще одна флешка на выкат. Ой, кривая флешка от Поттера. Но ничего страшного. Граната пролетела туда, куда надо. Ники. Ну, вот надо врываться. Тупку не убивают. Все, Поттера здесь забожила. Как бы Харви отхватила. Но 1-0. 1-0 в пользу Юбинайт. Это 16-15 в пользу. Американок. И альтернейт. Надо что-то с этим сейчас срочно придумать. Ну, как ни крути. Второй раунд, кстати. Да это, по-моему, третья карта. ИМХО, я так думаю. Не знаю почему. Вот американки радуются на самом-то деле. Очень сильно. И не застал я момент радости. Там Поттера что-то шепчет. Давай, давай, давай. Собрались, подруги. Все, Али там собралась. Серьезная сидит. И будут брать, наверное, второй раунд. Сейчас Юбинайтед. Стараться. Два подряд это вообще хорошо. Просто за атаку. Ой, ЗАС. Вот буквально в секунду опоздала. Еще спрыгнула. Ее съел молотов на 20 хп. Ну, вот парыч. Парыч или нет. Не ясно пока. Да, флешки на парапет влетают. Еще одна. Еще один молотов упал на парыч поздний. Но на парапет американки не пошли. Пытаются сместиться. Посмотрите, звено с нуля оттягивается вот сюда. И здесь раз, два. Поттер, Аркадь, ЗАС. И вот такие минуски. Эти сожгли кого-то на бетом. Но длина уже открыта. И по факту 3 в 4 здесь тупо по позициям переиграли. Переиграли американки своих оппоненток из Альтернейт. Расклад просто в том, что Альтернейт сосредоточились на парыче в начале, на агрессивном стиле игры от соперника. Но вот медленный стиль Юбинайтед очень красив. Они посидели на нуле, выждали. Развели парыч, пошумели под Б и сами пошли втроем по длину. При том, что давление под Б продолжалось издаваться. Естественно, ЗАС сейчас 1 в 4 выглядит здесь как умирающий лебедь просто. Вот стиль умирающего лебедя. Я даже не знаю, как это еще можно назвать по-другому. Ну и 2-0. 2-0 пользу Юбинайтед на первом овертайме, в первой половине первого овертайма. Что-то здесь сейчас подсказывают. Подсказывают, как играть подругам. И мы увидим. Что ж там такого наговорили? Пойдут на 3-0. Или нет? Нет, 3-0 это будет уж слишком изи. Здесь один раунд альтернет должны хотя бы убрать, попробовать. Так, ну вот в дефолт вышли. Юбинайтед, они уже играли. Но они большую часть раундов за атаку играли именно так. 3 отсюда, плюс 9 может быть. И нижняя атака проходила. И накрывался парыч, накрывался вот здесь вот ящик. Накрывался винт, как бы. И здесь пока все идет как раз таки к этому. Ну вот он в чем вопрос. 3 мид играет в альтернет. Безумно, но да, ЗАС готовится ворваться. Походу под флеш, как я понимаю. И этот врыв, я думаю, произойдет. Да-да-да, тут именно чек идет надаль. Вот если упор никого не запустится, будет круто. Минус 1 есть, минус 2. Да, ЗАС уносит жизнь двух соперниц. Парыч проходит, тем не менее, Поттер. Но остается уже одна, потому что длина была тоже грамотно перекрыта, как я понял. Да, Ирэн, Ирэн там, он уже бежит в спину вовсю, чтобы ее наказать. Залетает. И Counter Terrorist win. 2-1. 2-1 в первой половине. Ну нормально. Нормально. И сейчас будет очень важный раунд от Альтернейт. Просто мега важный, как бы. Им его надо, надо, надо брать. 2 раунда. Вообще, 1 раунд до победы, как бы, Юбинайтед. То есть... Или 2. 2. 2 было бы круто вообще. 2 последних так раз забрать. Нет, тут еще рестарт, наверное, надо сделать. Да-да-да, сдропнули. Ну что, 2-1 в пользу Юбинайтед по раундам в первой половине первого овертайма. Было во второй половине, наверное, немножко поменяют. Свой стиль игры. В атаке Альтернейт. Ну просто команда осталась, как бы, да, играть в защите. После серии невзятых раундов оверы взяли, а дальше уже тяжело. Так, Пушмид и Рен за Асбьон сразу спрыгнули. Но это парыч, это фаст парыч. И все это будет на Поттер делаться. Поттер отдает флэш. У нее, по-моему, нет Молотова. Да-да-да-да-да. Там врывается ее подруга. А, вот, третий пошел Молотов. И огонь, в принципе, здесь зарешал. Забрали, есть куча-куча девайсов. Но вот Ники, прошедшая длину, устраивает Крыволол на пару скетти. Заходят они на точку. 3 в 3 ситуация. Бомба ставится. Юбинайтед, как видим, находится вообще на другом отрезке карты. Но все равно будут заходить в парапет. Поттер попытается, наверное, удержать. Пуш на парыч в любом случае. Неловкая флэшка. И парыч белый. АВП не работает. Еще Молотов туда упал. Одна флэшка в упор, чтобы не было пуша. Но вообще никто на нее не побежал. Все поняли, что там АВП, зачем ломиться, пусть стоит гореть. Как бы на 50 хп ей сожгли. Она здесь пытается стреляться. Не заметила девушку в пленте. Ждет гуся. Али в этот момент проходит и уничтожает. Бьем длину, пытается пройти с Афир. И Ники дает все-таки размен. Закрыла отлично. Все, 2 в 1. 2 в 1. 2 в 1 остались. Оп, длина. Оп, гусь. Минус гусь. 1 хп. 16 хп против 1 хп. И Ники разложила Али. Это... Жесть. Альтернет берут раунд. Но вот почему-то у нас неправильно выставлен хут. Вообще не ясно почему. Серьезно. По непонятной мне причине. Раунда взяли. Надо, видимо, МП с вещтим сделать просто. Не знаю, сработает оно или нет. Но вчера в одном матче сработало. Нет, здесь сегодня не работает. Но это от админов. Зависит. Админ должны фиксить, как бы, на сервере. Ну что ж. Альтернет. 2-2. 2-2 счет Альтернет против Юбинайтед на овертаймах. Тоже важный раунд играется. Если его сейчас Альтернет не берут, то это будет смертная казнь. Просто они берут 2 в ответку, да. И по факту будет вторая серия овертаймов. Что вполне возможно. Вот пока я наблюдаю здесь то, что на центре Альтернет поджали. Просто благодаря GSO, которая заркадила длину. Атака немного потерялась. GSO тусуется как раз-таки. Нолики. Ну вот вышла. Вышла на 9. Попыталась. Юники сразу отрезала здесь спарыч. Позиции-то все равно остаются у атаки. Почему бы не посидеть, не подождать. И отвал был отвал. Главное, чтобы вот выпад не проворонить. Просто сапер понятно. У нее... А, у нее есть флешка. Она может сама вообще выпад сыграть на центр. Но тут мид, конечно, не такой. Готовится от Альтернет сейчас. Флешка на центр. Флешка влетела. При том, что неплохо влетела. Я бы сказал. И... Они отправляются. Зажигать на B. Но это ошибка. Надо было ломать парыч. Выходить А. Там как бы ловить стяжку. Не знаю. Ну что-то делать. Но тут уже, по-моему, не возьмут. Здесь должны закрывать Юбинайтед. Если они, конечно, там не тупануты. Один их кто-то там не убьет. Всех. Но тут надо просто нереально было сглупить. Но на 2 в 2 размен дали. Альтернет. Вот по разменам хорошо играют. А что дальше-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Как Кэти не повезло. Поттер ее просто унизил с P250. И... Один-один. Следующая половина. Ну... Жесть. Жесть вообще. Просто бешеная жесть. 3-2. 3-2 в пользу... Юбинайтед. Надо делать 3-3 и начинать заново. Вот на овертаймах совсем уже другой идет Counter-Strike. Здесь уже у тебя нет такого, что ты будешь делать в раунде. Нет времени думать. Здесь надо уже что-то готовое показывать. Вот. Но интернет неплохо. Девушки сыграли. Мы видели с вами первую карту. Они там в мясо уничтожали. Здесь тоже разошлись. Взяли там свой козырный 15-й раунд. Но вот дальше 5 матч-поинтов подряд, отыгранных от Юбинайтед. И полная доминация на овертаймах. Вот в первой половине первого овертайма. Возможно, еще будет второй. Но сейчас все зависит от того, кто возьмет раунд. Как бы если его уберут в альтернейт, то это... Это гоу-гоу-некст. Гоу-гоу-некст овертайм. Ой, как затормозили. Посмотрите, альтернейт попытались выйти. В итоге встали на молотове. Атака будет. Ну вот атака не продолжается. Но все-таки нет. Вышли, 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 вышли. Пошли на Б. Опять сплитом. Дым на КТ есть. Видели там одну подругу. Надо убирать спину. Будет забирать Ирен. Сапфир минус. Ну вот Ирен, не знаю, справиться нет. Но подруги ее Б вышли нормально. Перестрелка с КТ, спре и... Да, Ирен кладет здесь Поттер. Остается мисс Харви. Которая тусуется в Т-шке. По-моему, это еще один овертайм. Как ни крути. Так. Пусть альтернейт выиграет и третьей карты не будет. Просит нас. Парни. Ну что ж вы такие суровые. Пусть девчонки поиграют. Все равно здесь есть зарубы. Я вам говорю. Ну, в финал там, наверное, КС как бы раньше не начнется. От того, что здесь раньше доиграют. Так что... Джесть. 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 Молодцы, альтернейт. Ну, 2-1, 2-1. И второй овертайм нам нужен здесь. Как минимум второй овертайм. Без второго овертайма уже делать будет нечего. Ну вот подруги здесь сидят, как видим. Такие. Общаются. Общаются. Разговаривают. Там девушка-менеджер. Альтернейт нам показывает. И тоже ходит чувак. И подбадривает, видимо, своих подруг. Вот еще какой-то чувак. Сколько там мужиков у них за спинами вообще сидит? Всей Европой, наверное, сел. Ну и вот эти два француза, конечно, жестких. Давайте. 30 человек in chat. Что там есть? Против. Попробуют. И что против непов сразу не будут тащить? Я так обрадовался, когда Зиро сказал, что нами попробуют go. Да как не будут тащить? Будут тащить. Просто как бы... Время нужно будет. Сейчас я уверен в том, что шведы будут выбираться. И держаться в топе. Французы в WG, да. То есть у них... Ну, в принципе, по тимплею, вот, если там смотреть, да, я уверен, что у Na'Vi тимплей-то побольше будет, чем у WG. Просто здесь дело фишек, да. И, к примеру, сурс игроки, они просто быстрее адаптировались. Вот, но... Кто сильнее, все равно непонятно. Но если Na'Vi перейдут всем составом и фулл составом будут зажигать go, мы же будем только рады. Это будет круто. Может, это даже будет та команда, которая с CS 1.6 переберется и первая выиграет чемпионат. Просто не пов тоже нельзя там так сразу вписывать, потому что... Ооо... Ну, а мы ждем, когда здесь реанимируют нам go.tv. Я просто пока не понимаю, почему здесь... Все стоит. Все стоит на месте и ничего нельзя сделать. Опс. У меня камера сцены накрылась, друзья. Как бы... Просто взяла и накрылась. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас я попробую снова там прогрузить стрим. Вот от... От ЕСВЦ официальной, чтобы понять, что там происходит. Ну, как я понял... Да, да, да. Джо ждет... Джо ждет пяти вечера, короче. А Франция... Сейчас... А Франция никого не ждет. Французы просто смотрят. Воу, ура, наконец-то получилось у меня найти нормальный стрим. Ура! Все! Здесь у нас рестарты, друзья. И в Alternate будут продолжать в атаке. Нам не поменяли, опять же, сверху худо титры. Но мы знаем, что вот Поттер и Мисс Харви Али... Это девушки из США. И они играют за дефен, за атаку немки. Три немки. Одна испанка. И одна шведская женщина, которая вообще из Турции, наверное. Будут бороться. Только здесь что-то все начинается почему-то с пистолета. А почему она с пистолетом GSO? У нее что, АВП? Или в два АВП они играют? Я просто не понимаю юмора. Почему у нее пистолеты? Они уже на серьезе давят. Так, ну вот на врыв. На врыв играет GSO. Заходит, знает, что там сейчас пары уже прошли. Там упал Молотов. Сожгли там ники. Вылетают гранаты. Вот тут-то надо развернуться на парапете. Но вот времени на разворот нету. Хотя вот, развернулись. Бион спрыгнул. Вообще центр. Ну, по факту А занимает здесь сейчас альтернет. Выбивание будет с двух сторон. Тоже плюс. Вот длина сейчас будет падать в любом случае. Приходит Сапфир. Вот надо было убивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Не довела дело до конца. Но есть GSO, которая на парыча выбила бомбу. Но дала ее забрать. Словила флешку. И все сейчас в руках альтернет. Хотя, если Сапфир здесь повернет. Она может здесь, в принципе, перевернуть их. Очень-очень просто. Если сейчас будет какой-то косяк с длиной. Но количество ХП, конечно, здесь тоже у американок не самое лучшее. И как видим, Сапфир открывается на длину. Но уже такой пызнячок, на самом деле. Она одна и знает, где она находится. Подруга ее отдалась на парыча. Сделать что-то здесь будет очень сложно. Влетает флешка. И Сапфир уходит. Просто берет и уходит. Сейвится, наверное. С 8 ХП. Хорош. А им денежки, интересно. Вот здесь непонятно, сколько денег прописали. Просто понятно, что играет с овертайма по 3 раунда. Но вот деньги, опять же, это самое непонятное. Кстати, есть еще такая фишка, которую alternate, наверное, нам могут даже показать. Тут вроде как можно вот отсюда, с подсадочки, смотреть мид. А это здорово. То, что это перегородка, конечно. Вот на классическом кейсе она, конечно, выше. То есть тут, когда вы даже давали флешки, она там отскакивала. Потом здесь взрывалась. Здесь мид, конечно, совсем другой. Меня это пугает. Просто раньше, да, можно было как-то спрогнозировать атаку. Потому что реально, ну, ключик был на миде всегда. Все играли через мид. Все были довольны. А здесь вот как-то через мид, не знаю. Ну вот пошла через мид. Да, я ее просто взяла и вырубила. Вот не дали ЗАС сыграть фастом. Она только себе кольт намутила. И сейчас будет стяжка к мидлу. В любом случае от alternate. Они его займут, подойдут, посидят, подождут. Парочек, кстати, отдали. Обратите внимание, поттер стоит с просвета. Длину занимали в начале раунда, чтобы нагреть сразу банку. Они ее нагрели. Тут вот Джессо будет дожидаться своего звездного часа. И вот она, подсадочка пошла на миде. Да, вот. Веселая и увлекательная. Ну так, наверное, только женщины смогут. Обычно на миде в этот момент должно быть много дыма, флешек и всякой прочей бодяги. Ну и АВП не собирается к ней идти. Как бы к этой еще нижнюю смотрит. Вообще прикольно, на самом деле, подсадились. Интересный такой момент. Очень интересный. Ну и что, и будет здесь блудное возвращение или нет? Как бы подсадка-то не работает. Там Б закрыто стоят. Дым влетает в центр. Все, понеслись. Понеслись подруги на Б. О-о-о-о-о-о-о-о! Сейчас там смотрите, что будет делать Сайфир. Заходит сразу в тэшку в аркаде. Та тэшка пустая. Все на миде. Поджим Са. Как они собираются здесь выжить, я не знаю. Но факт в том, что их здесь греет в спину Джессо, которая кривая и не попадает ни по кому. С пятой попытки просто ассистом вписалась против Кэти. Остается последний Рен и всех их съели. А как они вообще додумались до того, что надо сыграть в аркаду на Б? Я просто реально не знаю. Вот. 1-1. Как бы. Юбинайт от Альтернейт. Пока на равных. Мы, кстати, счет сбрасываем, да, снова. Потому что... Как бы второй овертайм тут уже не важно, сколько до этого раунда было взято. Хотя важно на самом деле. Просто нам их не посчитать. Тут худ не способен считать. А удобно, когда худ считает. Самое, кстати, интересное расположение счета и всего прочего. Я уже видел в одном худе. Называется он Киберарена, блин. Пардонима. Немного кашля. Прохладную погоду. Это нормально. Минус за асс. И опять вот без асс. Не знаю, подруги в четвером снова холдят. Снова пытаются по позициям разыграть как-то. Эх, сменой из трех игроков здесь. Закрытый B-дефенс тут. Тут выходить мид. Не знаю, вот получится у них это сделать или нет. Там сейчас мисс Харви. И мисс Харви. Гоу-гоу-гоу. Кладет сразу по центру. Не, по-моему, здесь сейчас американки опять задают. Тут просто опять почему-то это решение принимает. Давайте выйдем в центр B. Тут уже мисс Харви. Посмотрите, развлекается во всей красе. Просто она тут зачистила полностью все. Бомба упала в верхней тэшке. Последняя Арина Лирен и 2-1 первая половина за американками. Вот нам наконец-то начинают сейчас фиксить сверху худ. И я надеюсь, что все будет нормально. Да, да. Пофиксили нам практически худ. Ура, 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 ура. Бейонт за деф. Слава богу. Альтернет. Ну что, смотрим. Смотрим за альтернет. Что будет. Подсадка пропет. Разыгрывают сразу. Используют буст. Непонятно зачем. Две флешки. Да, будут пытаться сразу пугать мидл. Но вот американки они такие, что опять-таки они вот за атаку всегда играли здесь. Здесь и все. Ну и нижняя точка тоже выходила. Они вот это вот все просто грели молотовым. Как бы это вот первая стадия раунда, где они это все могут сделать. Ну тут, естественно, будет сейчас выход длина. Медленный. Там ЗАЗ уже на парочи настрелялась. Ее зачекали. Она тоже зачекала. Демейджа получила. Демейджа нанесла. Пароч упал молотов. Сразу флешки, чтобы не было какого-то фастразменного, фастразменных обстоятельств. По факту счет равный. Но надо здесь как-то выбираться. Немкам, шведке и испанке в любом случае из этой задницы. Потому что сейчас игра уже идет опять-таки. Считайте, что с нуля. Считайте, что с нуля. Это раунды решат, будет последняя эта карта или нет. Я не знаю, как они там не могли взять 16-й раунд. Но вот американки устраивают войну. Прорывают Парыч. Врываются фула. Сразу же бреют просвет. ЖСУ успела спалить пятки оппонентши. Прострелила в дым. Убрала. За раз. ВП от Поттера на длине остается. Парыч отбивается опять же агрессивно на автоматах. Ну и Кэти. Кэти няшка отошла просто от бледного. Понимаете, что она полраунда под флешкой стояла тут где-то. Савалась на респе. Мы такие на нее включаемся. Она только-только от этой флешки отходит. Ей сразу влетает просто кусок в голову. Ну это, конечно, больно, плотно и все такое. Ну и чтобы не томить, друзья, я могу сразу вам сказать, что будет третья карта в этом матче. Американки уже выиграли. Мы этот раунд сейчас с вами посмотрим. Я просто хочу показать вам эмоции. Девушки рады. Девушки довольны. Вот оператор пошел к ним. У нас повис стрим. Ну, досмотрим раунд тогда. И возвращаю вам эмоции. Тут, как видим, их снимает их менеджер сразу же. Нам сейчас, наверное, покажут альтернейт. Да, альтернейт особо сильно негодует. Обсуждают. Третья карта будет. Вот там штанишки себе поправила какая-то подруга. И тут сейчас будет четвертый раунд. И взятым будет на ура. В ситуации 4 в 4. Как же это было? Давайте наблюдать за этим. Блин, вот надо мне поставить бинт. Короче, на скролл, чтобы мне карту можно было включать скроллом. У меня просто до этого я скролл юзал в 1.6. А здесь вот так нельзя сделать. Ну все, это А. Я плент пустой. Тут вот две белые. Здесь две с длинной. Все. Бита, печаль. Третья карта. Counter-Strike Global Offensive. Друзья, Соединенные Штаты Америки. Юбинайтед против Альтернейт Германии. Но мы все знаем, что составы слегка интернациональные. И есть представители Канады. В Юбинайтед девушка с ником Мисс Харви. Вроде Ресапфир. Если не ошибаюсь. У меня вот там весь мозг съел этим и ушел. Вот главный этап сказал. Давай откоментим и ушел. Покупать декорации. В студию. Я думаю, они там сейчас что-то купят. Все, ники отдалась. Ура. Ждем третьей карты. Пока небольшой перерыв. И я вернусь после него. Через пару минут. Минут. Оу, е.